Управление таблицей. При разработке формы можно копировать или перемещать всю или только часть макетной таблицы. Копирование и вставка повторяющихся таблиц может привести к проблемам, связанным с привязкой к соответствующим полям или группам. Мы выделили таблицу, которую хотим скопировать. Нажмем на копировать. Определим куда. И развернем. И нажмем на вставить. Удаление таблицы. При заполнении формы можно удалять таблицы, вставленные в поля форматированного текста. При разработке формы можно удалять макетные таблицы или повторяющиеся таблицы. При удалении повторяющейся таблицы из шаблона формы нужно помнить о том, что данные содержащиеся в формах, созданных на основе этого шаблона, могут быть потеряны. Давайте поместим курсор в таблицу, которую мы хотим удалить. В меню таблица выберем пункт удалить. Выберем таблица. Таблица удалена. Вместо пункта удалить можно было использовать клавишу delete. Изменение размеров всей таблицы или ее частей. В режиме разработки можно менять как размер самой таблицы, так и размер каждой ее части. Проделаем некоторые упражнения по изменению формы таблицы. Размеров. Таким образом мы видим, что мы можем менять размеры таблиц в нужном месте, где возможно такое изменение. У нас изменяется форма указателя, который показывает направление изменения элемента таблицы. Или всей таблицы в целом. Разбиение и объединение ячейк таблицы. В режиме разработки формы можно разбить ячейку, как в макетной таблице, так и в повторяющейся таблице, на две ячейки и более. Также можно объединить две ячейки в одну. Ну естественно не только две, но и три, четыре ячейки в одну. Выделим ячейку, которую мы хотим изменить. Нажмем на таблицу. Разбить ячейки. Число толпцов. Поставим три. На три. Ок. Как вы видите, мы разбили на три части. Ну а сейчас объединим вот эти ячейки. Нажмем таблица. Объединить ячейки. Мы их объединили в одну ячейку. Ну вот мы здесь познакомились с простыми действиями по работе с ячейками таблицы. Изменением их размера.